уже просто реально не смешно уже все кто уже видят вот это все вот этот весь сценарий постановку каждый год перед сезоном и каждый год перед тем как начинается туристический сезон у нас приезжает кто-то из россии как какая-то личность канака которая именно как раз красная тряпка для быка как про которого знает что реакция будет именно такая он приезжает а реакция это тоже блин заранее уже спланированная плакаты уже заранее нарисованы просто уже знают где в каком на каком месте это надо все выносить эти корзинки с яичками блин настолько это все просто вот этот как бы маскарад называется продолжается только причем это происходит не в октябре не в январе и феврале а это именно начинается вот как раз вот конец марта первомайские праздники в россии люди все выезжают куда-то отдохнуть на майске начинают бронировать чтоб мая куда-то хоть что-то все заранее все уже все уже срывают просто посмотришь на это да ребят поэтому этот я сегодня написала что этот спектакль под названием 7 войну в умах людей называется так что сейчас это будут трубить в россии я представляю на всех каналах что будет твориться дебаты с двух сторон станет с одной стороны жириновский с другой там еще и будут так парафинить грузию все там небезопасно надо водить жириновский наверно скажет надо пойти туда с войсками дать им там прикурить грузинам отсюда с армении поддержат скажет да да давайте они только этого и ждут короче называется это вот это все дорожек разжигательства национально национальных вот этих всех тем кстати можно уже несколько раз отмечал дыре в грузии и раньше до него не было такая не было не было дело почему почему турция она первый враг всегда была россия это она была есть и она мечтает всегда россия отомстить за все почему в турции таких не происходит вещей вот таких вот всяких провокаций с большим удовольствием они бы сделали эти провокации в турции но там быстро это пресекут и сразу все это закончится и турцию также летают россияне это также все нормально здесь эти провокации проходят потому что все это спланировано тоже это быстро пресекут потому что они ра у них туризм это первый первый доход туризм потом уже остальное все никто не даст так сорвать сезон как так что ребята я выпила бутылочку пива вахтанг не пьет ему и вообще пиво нельзя я выпила и я прям еду человек такая но под этим впечатлением под всеми этими новостями конечно мы едем это все с вахтангом эмоциями с друг другом делимся обсуждаем просто выехали из города и поехали в сторону турции сейчас уже едем назад потому что комендантский час у нас нужно страдает так доброго короче который который ждет этих сезонов особенно от жаре она именно дышим за счет туризма цитрусы и туризм на 22 дохода осень осень лето все зима и весна в основном от жаре все это это замороженная страна страна говорю заморожен уголок грузии и все цитрусы обламывают то обламывают и со всех сторон тушат 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 все никак не успокоится все никак не могут задушить этих бедных грузин так когда такая края сагарбачева сказал что грузия хороша вот если бы еще там грузин не было бы без грузин грузия без грузин хороша горбачева так сказала раиса горбачева так сказала суслов вообще доклад 60 каком-то году был у нее доклад как именно как столкнуть все все братские народы кавказа особенно именно абхазы грузин как столкнуть есть этот доклад в интернете мой в доступе может можно почитать я кстати его выставлю там stories и чтобы люди посмотрели в каком году еще это все готовилось кто готовил суслов суслов это кто какая гкб что ли был дома как не помню мистер гкб или кто он там был короче это это война уже давно на корни имеет с каких годов еще когда типа надо сеять меж межнациональные конфликты чтоб они друг друга сами там загрызли то есть там прям 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 именно сценарий написан прям как надо сделать это все наберите доклад суслово про грузию про абхазию дамы прямо интернете выскочит это сразу так что целый институт был советском союзе по межнациональным отношениям я не вот именно разрабатывали на поэт или все эти да как держатель на поводках все эти национальности именно как и что произошло когда распался советский союз осетин с ингушами поссорили и гуше с чеченцами поссорили армян с азербайджанцами поссорили грузин с абхазцами с азербайджанцами поссорили то есть настолько они это все грамотно все че там пишут так так все грамотно все и четко делали что все по одному сценарию украинцев с русскими сколько вот этих вот таких либо молдаван при приднестровья при этом столько этих было как его конфликтов в каждом регионе вспыхивала литва-латвия там тоже прибалтик от было бы была эта история даже я даже не могу вспомнить как в каком регионе где не было конфликтов везде про почти прошла это волна она не закончится долго пока будут вот эти вот старые кэкэбэшные лица наверху власть это будет происходить всегда народ ведется и смотрит сейчас на телевизор и смотрит а блин на самом деле здесь он в батуми есть бизнес как комьюнити дали как они начали с 10 человек недавно отмечаю отметили сколько 600 человек уже их там собралось пускай вот эти 600 человек выскажут свое мнение как каким грузии живется притесняют ли их или 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 как это все происходит да я только говорила сегодня в прямом эфире что я с вероничкой мы когда разговариваем эфир и чтобы все вот эти вот кто там находится кто не боится последствий чтобы они высказали свою свою позицию каким здесь живется в грузии правильно сделали погнали этого старого провокатора молодцы грузина ну как сказать молодцы грузина я но здесь есть конечно такой момент то что он все-таки в возрасте конечно он заслуживает много но есть такой момент что он возрасте 85 лет здесь как бы вот за счет этого можно было как-то скачуку сделать ему так не так жестко такие как он личности они только не ничего доброго не желают грузии и встречать с хлебом солью зачем и я могу я вообще не могу понять то странно заказали чартер приехали 50 человек и у них оказались пропуска ресторане посидеть в ресторане ночью мы никто не может армут мы не можем сейчас пойти и посидеть в ресторане ни один целая делегация просто пошла в ресторан закрыли значит никого не есть же как бы законодательство грузии до что комендантский час для всех а почему-то для них и не такой закон не писан но вот тоже как бы до бред еще и ресторан работал это одно это 1 2 момент для тех кто там был вот эта куча людей которые протестовали для них комендантского часа не было почему вот сейчас вот если выйти 10 человек и гулять 10 часов вечера то всех заберут почему их не забрали тоже до задайтесь вопросом почему тех не забрали и тем разрешили значит это просто постановочный спектакль для общей массы для большей части людей которые смотрят телевизор в россии потому что все это будет час муссироваться это будет муссироваться не неделю и не две вот это реально будет час месяц везде крутится наверно по всем каналам везде во всех сми передачи про это будут что просто все как бы грузины опасно опасная нация что сюда ехать нельзя и вообще как бы здесь все хреново здесь обезьяны которые спустились там с гор или кто там говорят обезьяны с гранатой сейчас именно вот те кто живут здесь все русские все славяне кто здесь живут они должны вот именно прямо в своих источниках кто там блогеры кто не блогеры кто простые граждане прям везде посты выставляют слава богу что сейчас есть интернет и мы через вот это какое-то ну свое со своей точку зрения когда мы уже здесь находимся и как мы видим вообще эту ситуацию если ребята там поддержат какие-то то и в своих каких-то вот высказываниях в постах там прямых эфирах будут об этом говорить что это все прям ну реально ну прям маскарад понятно там будут развивать ветку с двух сторон будут такие личности которые будут прямо агрессивно настроены с россии из россии из грузии в ту сторону будут агрессивные высказывания это понятно все что это все будет правда она все равно как в грузии есть такая поговорка правда команда камень расколет правда может расколоть камень вот так вот переводится как так что правда восторжествует я вам обещаю а народ что подписывается но что если возраст пусть думает что говорит конечно понятно но все равно с возраста у нас на кавказе за кавказе всегда как бы чтят возраст к чтобы он не нес был какой бы чушь он не нес бы или не чушь возраст все равно всегда давали как бы возрасту скачу подробно давали скидку да здесь как-то на тоже есть момент был бы помоложе он вообще я считал бы что у нас только правильно поступили пинками нагнать такого надо было бы я посмотрел несколько роликов как он там высказывается и там не только вот сегодня кто-то написал что он ничего особенного такого не говорил там что-то такое сегодня написать а как не говорил посмотрите забейте в интернете в ютубе поздно про абхазию и посмотрите сколько он всего говорит а это бьет по самолюбию по по душе тех людей которые девяносто третьем году покинули свои дома свои свои свой кровь вам газе покинули вынужденными стали переселенцами беженцами им больно смотреть когда кто-то так рассуждает как будто в этот вот так какая-то игра люди потеряли свою родину понимать могилы предков столько всего там просто заложено было и так резко потерять все и смотреть там как кто-то рассуждает правильно неправильно ли это было но когда окажутся в такой ситуации сами вот тогда они поймут как это трудно быть вын и вынуждены переселенцы это мягко сказать быть беженцем с одной сумкой и не знаю куда идти в какую сторону даже идти и тебя никто не ждет ты беженец тянет ничего не крова ничего и народ чуть-чуть подтягивается написали ребята в общем мы конечно все расстроены экспаты расстроены и при все кто здесь есть русские конечно расстроены потому что это все все понимают что конечно мы ждали какой-то сезон и сейчас уже просто все поняли что никакой никакие русские естественно не приедут потому что это сейчас вся пропаганда и все это как бы политические игры эти что нам остается и русские которые все равно на это запьют и приедут и русские допустим как которые уже здесь были им уже легче ну как бы по ним я есть это понимание что вообще происходит на самом деле а те русские которые смотрят телевизор и кроме телевизора вообще ничего больше у них нет допустим друзей в грузии нет каких-то источников таких они там не смотрят первоисточники да если что что транслирует сми российская всю эту пропаганду естественно человек такой посмотрит как сегодня написала вот это вот земная женщина что как бы нормальный человек не поедет в грузию они нормальные конечно поедут но я из числа ненормальных людей я тут и знаете я себя нормально чувствую как-то так произошло бывает и так самом деле турция столько всего сделала россии столько всего неприятного сделал россия но все равно туда едут люди первые 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 а не муссирует сейчас в сми а грузию полоскают постоянно каждого провокацию не могут турции такой это именно провокация которого которую не мог турции невозможно такую провокацию сделать может эрдоган сразу пресечет это все и не даст никому вылезть с этой грузинский флаг у нас если вам видно у нас дождик на улице уже мчимся домой я думаю кто хочет приехать приедут скорее всего приедут те кто и уже знает какую культуру грузии уже знает уже был ни разу грузии может быть даже просто один раз уже достаточно человеку достаточно мне кажется одного раза попасть грузию чтобы у него здесь осталась часть души и уже никакие вот эти вот политические все сказки которые будут там наговаривать он уже просто будет немножко фильтровать и это так еще ярко делать сегодня тут и показывал ютубе как первый канал и так они ярко это прям все так преподнесли это профессионально работают на ютубе снимаем это тебе не этот не а чапсандали готовить на прямом эфире вот как надо работать что миллионные просмотры были дело в том что мы это политика не занимаемся нам это как-то это не наш и наш профиль смотреть на это очень конечно неприятно это все если мы будем на нашем канале муссировать эту политику очень много чего интересно начнет происходить на нашем канале поэтому не ходе на нашем канале в наших жизнях начнут рассказать происходить интересные события и вообще да так что не хочется эту грязь вообще даже даже пальцем касаться не то что там залазить туда здравствуйте а что на автомобиле уже нельзя приехать на автомобиле можно по бизнес приглашению на автомобиле вы не можете приехать сейчас из россии потому что сухопутная граница закрыта непонятно когда откроется авиасообщение открыли но прямых сайт авиасообщений с россией не будет еще мы так предполагаем долго пока это все по бизнесу можно по бизнес приглашению единственный есть какой момент что вы можете заехать сюда по бизнес приглашению на машине если вы планируете надолго или по фрилансу эти документы мы помогаем делать украина с вами приедут русские поедут украинцы любимая грузия душевный щедрый грузинский народ будьте выше всех провокации мы то конечно есть кучка людей проплаченных людей которые все это как бы делают среди как красиво у нас мужик дома подъезжаем прям красота прям и причем вот эта информация меня вообще прямо прямо шокировала когда я узнал что встречал познера кабуня который привет который про путина там нес там там такое говорил что ну вы все помните это что он говорил вот не днище говнище там такое не буду повторять что он говорил и он именно он як и якобы прям первые чуть ли не было против путинского режима и он именно встречал оказывается я просто сам не вне читал эту информацию мне так сказали вообще прям удивился вот это да это интересно поговорить из интернете почитайте общение левшицу зайдите еще куда-то зайдите то что пишет то что думаешь дождик у нас да ребят нас дождик мы уже подъехали к нашему дому все наша прогулка завершилась 39 минут 9 мы уже в девять часов он уже должен быть дома вообще бред такой просто пол где за бред ну что делать мы приедем маринка марина пишет мы приедем ой да мы помчимся на оленях утром ранним а мы вам будем петь когда вы будете ехать а если на самолете прилететь из россии через турцию а уехать на автобусе на россию так можно автобусы на автобусе можно почему выехать вы можете в россию получается на да ну в кавка в этот пандемию же народ раз игра российские граждане уже покидали грузию через верхний лаз все уезжали очень ждем когда весь этот переполох закончится слушайте переполоха нету просто это раздувает и все ничего не изменится вроде ничего не поменялось как было такие сюда можете смело я ну как бы переполох в чем что ты сюда не захочешь приехать после этого нет конечно ты здесь жила ты здесь работала и поэтому как бы вообще тебе ты вот когда эти новости смотришь у тебя что что-то поменялось а у меня этот вай-фай на подключение а выехать мы можем в турцию и приехать обратно нет ребят если бы так можно было я бы могла бы выехать в турцию и приехать в грузию но я щас не могу потому что закрыта граница да можно сделать чтобы выехать ну там по вот у нас один знакомый ездил все с турцию и приехал его посадили на коне на карантин а на самоизоляцию на сколько дней кажется на 8 самоизоляции сегодня мы приехали проверяли да все понимают что это провокация и нас разогнали всех по норам и не ходят по и не хотят у тёлочки денег из россии и сел течки а у течки недавно скидывал мне ролик не помню кто кажется жизнь кто-то скидывал ролик про доллар про старые вот эти доллары пара доллар выпадь про 10 долларовую а как 20 долларов блин так интересно зачем как бы то не было прикольно это можно все что угодно сложить и скрутить и но именно так так вот прям дуле сделала прям вот что прям вот так вот ну это как бы продумать же можно это же творчество понимаешь блин и творчество мне понравилось это творчество прям прикольно кто-то до этого допер это сколько он курнул что так допер так да спрашивают как это сделать что сделать ребят мы не поняли как это сделать что-то я пиво выпила у меня такой сушняк я еще знаете чё съела какой-то это не какой-то какие-то что-то написано вахочка по-грузински копченый сырок солененький он мне говорит нельзя сыр с пивом пить я говорю я хочу раз хочешь тогда давай я привыкла рыбку с пивом но что-то с рыбкой в грузии как бы трабл полный поэтому я так хочу чтобы когда кто полетит в москва из москвы из россии привезите мне пожалуйста чем не привезти надо я хотела кальмара я уже до успела подольского хлеба но этот подольский хлеб только во владивостоке у нас такой все какие семечки семечки есть семечек привезите нам дональд жвачки дональд жевательные резинки я хочу молочной колбасы хочу сервела так коньячного хочу подольского хлебушка здесь нет потому что уже граница не белый хлеб не купили детям комендантский час пугает больше чем провокации да марин ты же понимаешь марин да что на тебя тут никто не нападет и яйцами тебя тут никто не закидает поэтому ты и ты не пугаешься ты знаешь что наоборот ты сюда приедешь и тебя тут все будут обнимать и целовать все грузины выстроиться в очередь как гражданам украины выехать в турцию и вернуться обратно там как-то делается какие-то документы спрошу и кто андрей когда уезжал в турцию что там там ну там столько всего ему сказали чуть ли не каждый шаг где он там будет писать все все надо там где он будет останавливаться каждый там вот это все надо указать то есть на автобусе едешь там будешь ли ты останавливаться там день-два то есть каждый шаг и все это там переделал помню что ты документы пцр тест потом опять естественно конечно пришлось сделать кто-то пишет я тебе все привезу только верните грузию верните меня в крути спасибо ребят скоро мы вернемся и самое лучшее самое спокойное самое любимое местечко батуми конечно ребятушки мне мама сюда раз три месяца посылки отправляет с колбасой с молочной да спросите пожалуйста мы все оплатим а напишите вахтангу напишите в директ у нас есть телефоны под каждым нашим постом в инстаграме есть телефон вахтанга ватсап есть мой ватсап поэтому можете туда записать потому что нужно те отправляем посылки есть такое такая у нас услуга мы отправляем посылки сейчас конечно с алкоголем сложновато такие как специи вчера только отправлялись специи вчера отправляли вероники посылки сегодня тоже отправляли поэтому если кому-то что-то надо с грузии мы можем в этом дали час алкоголем конечно говорят нельзя через границу что там на автобусах не так легко перри перевозить но остальное принципе специи копченый сыр там что-то такое почему вы соскучились все это возможно пробить за только это за от отправку из россии молочные колбасы не вообще но сейчас кстати подорожало отправление раньше с лари они брали за килограмм а сейчас берут по 10 лари это именно транспортная компаниями ведут еще ребят к нам обращаются люди знаете по каким вопросам часто найти кого-то и ну тоже такие вопросы какие-то если это в нашей какой-то компетенции с одним с одним прям у нас прям вопрос прям очень сложным что-то вообще никак не можем найти . ищет отца своего ты туда смотришь и говоришь . ищет отца своего и что-то вообще никак там что столько однофамильцев нашлось и все и кого не спрашивать там подняли всех кого можно чего-то пока пока в стену долбимся надеюсь что скоро найдем прямо напрям очень хочет найти его там такая история потом опишем вам покажем дело в том что есть еще такие нюансы что допустим если человек хочет найти кого-то в грузии и допустим к нам обращаются а мы но с точки зрения экологичности этого запроса думаем о том что а может быть человек этот он не хочет чтобы его искали тут тоже как бы двойственная такая ситуация происходит что вроде как человек ищет а мы же не знаем зачем он ищет может там он за долги какие-то ищет этого человека или там не знаю там какая-то кровная месть бывает и такое что это такая любовь там что там или там еще что-нибудь там на самом деле а там может быть вообще что-то такое ты как бы еще не попасть такую ситуацию что не дай бог потом с этим человеком которого мы помогли найти что потом что-то с ним произойдет ситуации такие как бы есть уже на нашей на нашей практике совсем недавно произошла ситуация что нас попросили передать там кое-что подарки какие-то в итоге как бы этот человек который должен был это получить он вообще как бы не хотела этого получать ну то есть тоже как бы неловких ситуации на самом деле достаточно ну по-разному бывает мы тут не называем и не будем называть конечно никогда никаких имен но такие запросы всякие разные есть поэтому как то кстати ситуация интересная была очень интересно люди обращаетесь к нам по поводу найти кого-то пожалуйста говорите как есть не надо и там все все выдумывать какие-то сказки все понимаем и все это сразу видно кто зачем кого ищет это искренне кого-то ищет именно это это взаимно с удовольствием встретились быть эти эти люди то это очень приятно когда кто-то там какие-то хитрыми путями пытается через нас найти кого-то то это очень неприятно но что вот так вот привет василина и василий я василина он василий нет он и вахушка я василиса премудрая вахтанг у меня вообще-то царское имя вахтанг тебе тоже привет вахтанг царское имя у него это я его называю ласково и вахушка раз я василиса прекрасная значит ты и вахушка как нам анекдоте да ивашка ивашка я во-первых не ивашка моя папа не ромашка василий чё такое очень приятно общаться с тобой это у меня т-9 ясно так что всем хорошего вечера всем позитивчика да и приезжайте приезжайте не ивашка а ивахушка ивашка ивашка был такой анекдот да ивашка ивашка я во-первых не ивашка моя папа не ромашка пока да и доеду до тбилиси моя папа станет лисе лисе ребятушки это провокация лишь бы лишь бы не передумали ты хочешь меня закурить откройтесь только идем на синим синяя звезда только в небе и в небе тёмно си я только знаю припевы и все дальше василина подпевает ребят вы когда приедете мы будем вам петь я просто буду рот открывать авахтанг поет у меня как бы медведь не на ухо наступил причем потоптался хорошо там поплясал ребята приятно на вас смотреть спасибо авахтанг у нас прям певец певец вы не знали вы не знали у него есть тик ток у него там есть еще какие-то там социальные сети где он каждый день поет еще и актер да поэтому снимаюсь в фильмах а я недавно любой только тик ток освоила начала туда что-то загружать так что подписывайтесь на наш тик ток диска сегодня кстати индийский фильм мы решили снять какой-то у меня еще появился тут один брат сейчас наверно посмотрит я у тебя нет случайно родинки где-нибудь такую на одном и том же месте родинка как в джимми джимми бы кто еду в машине марина едет в машине и поезд марина не отвлекайся от дороги а то как запоешь запоешь какая марина марина сережкина а я хочу твою книгу почитать василина а я вам дарю 25 процентов книги бесплатно моя книга первая она только в электронной версии сейчас продается печатных изданий я уже не печатаю это было все напечатано и распродано несколько тиражей и сейчас я вторую книжку начала писать уже закон почти закончила но я ее там сейчас бахтанга сейчас дописываю важнее было тут он появился мне надо его написать немножко только я не могу имя придумать ему представляете вот точно помогите мне придумать вахтангу имя у меня во второй книге это будущего там помогут доброжелатели тоже получается я там велиса и в этой книге я все меня имена бог не могу вот и короче все у меня там ну персонажи не выдуманы а реальные из моей жизни из моего детства и я всем своим персонажем героем моего романа фантазийной повести я оставляю первую букву имени настоящего а имя меня ну допустим матвей мой сын там моисей милана милада есть такая глава милада в золотой обертке я там велиса а вот сейчас вахтанг появился в моей книге жизни я не знаю как его назвать я не могу его назвать потому что ему никакое имя другое не ложится вольф на букву в вольф вольф а кстати вахтанг переводится как волк вольф я же говорю я попадаю вообще с фантазией так как той песни ты меня называла так что это ссылка моя принцесса я тебя знаю я хочу почувствовать кто-то хочет почувствовать хотела сказать почувствовать хотелось что-то вахиллес вахиллес велес вахиллес в общем короче никак не могу придумать хотя я про него уже главу начала писать ваш к эти читала да вообще-то 3,3 главы нет я только начала писать и тут появился он да и тут он появился на белом коне ну не знаю на белом серебристом на серебристом мерседесе о господи не напиши nissan больше вон тут а марина висит я думал нас там тысячи всего на троих соображает сообразим на троих надо совсем не видно ананка что-то у нас этом как не видно вчера и даже вчера видел на лестничной площадке а я я я это ха слышу она мимо проходит даже не стуканет мимо проходит что-то там стелиться вот еще 11 человек подписался подписывайтесь эфиром ребят напишите хоть откуда вы нас смотрите марину знаю с москвы кто еще в прямом эфире висит хоть посмотреть вообще географию нашего прямого эфира представляете через пять минут нам надо быть уже все камуре до 50 через 4 минуты нам сейчас надо выбежать и забежать в подъезд у нас хорошо у нас там и шлагбаум к нам так быстро не могут заехать оперативно так что мы успеем заскочить вот так вот как в том анекдоте да пока горт вы там занимались сексом я как три раза из круга выходил чего это не так анекдот такой любовник приходит как его женщине занимаются они там любовью тут а этот муж приходит и все это забегает те этот где там твой этот любовник все и смотри нам такой амбал этот любовник качок такое ты меня искал ну-ка иди сюда приводит его на кухню так ставит вокруг него мелком так круг сейчас горд отсюда выйдешь глядите все кости переломая понял туда понял понял пошел туда к жене там занимается с ней своим делом слышит там на кухне хи 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 и тут посмеет учу как ты смеешься в этом сексом занимались три раза из круга выходил посмотрим кто кто нас тут смотрит так кто-то в батуми украина чернигов черниговская область киев ереван о ребятушки ну ладно что побежали мы уже уже две минуты уже нас москва в батуми я ваша соседка я еду от внука и впервые благодарна пробки наслаждаясь вашим эфиром марина ты чё за рулем едешь серёга держит телефон как у вас там происходит ну не нужен стабилизатор серёжа с тобой он тебя поддерживает или ты едешь к нему он тебя готовит уже там кушать тебе готовит я из москвы но переезжаю в батуми ну вот нас видите смотрят смотрят нас люди которые но я предполагаю что получается так же как я когда-то смотрела youtube и много же на самом деле блогеров а притягиваются те люди которые вы ну где-то схожи по каким-то вот ну внутренне кстати есть новая услуга гадаем на таро надо погадаем я из москвы но приезжаю я москва 4 апреля прилетаю ну вот народ не боится что их яйцами закидают народ вы же не боитесь картами я за рулем не боится народ что их закидают яйцами все-таки едут в грузию россияне и надо понимать что прикол ходит приходит наш знакомый за деньгами как его кто за квартиру а так то снимает квартиры двигать и бегать вместо денег погадаю кто да и вас рекомендую друзья мои вас на сереже сереже дома кстати как вы относитесь вот скажите вот как вообще вы что вы считаете по поводу гадания на таро что думают вообще считают что вот вообще такими вещами нельзя заниматься это но это но это по-христиански вообще нельзя тем более христианской стране вообще такие вещи нельзя делать общину поэтому люди переезжают из мусульманских стран в грузию на таро гань гадать а мусу мусульман кстати можно гадать это же гадаешь спрашивают на самом деле они шучу да он кстати мне на когда уже знаете кого грит вижу голову волка мы волки и нас по сравнению с собаками мало под гороходу нас из году в год убывало и как на расстреле ложились на землю без тона но мы уцелели хотя и стоим вне закона мы волки нас мало нас можно сказать единицы мы волки это же собаки но мы не хотели смириться так а можно мне погадать все ребят время одна минута короче а мы переводите денежку погадаю вот я держу сейчас карты давайте тусую я на всем погадаю банковский счет скажу я это большой грех это все не я про что и говорю что нельзя не гадать них белым не к черным магом обращаться это грех грех огромный грех так что в танго есть какое-то предчувствие чё когда я начинаю зевать он говорит кто-то ворожит на тебя не ворожит это такого ну так старая вера раньше говорили что значит значит я глазу кто-то сглазил или кто-то шепчет что-то там шахалай махалай а я говорю надо пойти значит нам завтра в церковь и поставить свечку за наших врагов дай бог им здоровья дай бог вам всем здоровья все кто здесь я конечно не думаю чтобы наши враги а наши друзья поэтому вы с нами а мы с вами все целуем всех все по всем пока пока пока